Сильную экономику можно создать благодаря новым инвестициям, а вместе с ними придут в страну и новые технологии и знания. На этом зиждется сила экономики. Именно поэтому в последние годы глава государства поставил задачу возродить и поднять на новый уровень такую отрасль, как геологоразведку. Между тем, для более успешного привлечения зарубежных инвестиций Казахстану необходимо поработать над вопросом доступа геологической информации. Об этом утверждают зарубежные эксперты. Своё мнение они озвучили в ходе профессионального форума в Астане. В период советского времени были разработаны геологические карты, которые используются как основная информационная дата для разведочных компаний в Казахстане. Они достаточно точны и хорошо оформлены, но их интерпретация сделана в старом советском стиле, и возникает настойчивая необходимость презентовать геологические данные в соответствии с международными стандартами. Как утверждает эксперт, коль государство заинтересовано в привлечении финансовых средств в область полезных ископаемых, то было бы крайне удобно, если бы ответственные органы готовили базу данных в соответствии с мировой практикой. Это даёт возможность говорить на одном и том же языке и государству, и международным гордометаллургическим компаниям. Фундаментально, если государство владеет правами на каждый грамм добытого минерала, то оно же и ответственно за то, чтобы обеспечить иностранных инвесторов громадным справочникам по геологии Казахстана. На подобное предложение полномоченные лица государства имеют свой ответ. Напомним, что создать базу данных в геологоразведочной сфере планировали ещё с 2013 года. Уже в то время государством была чётко утверждена важность геологии для развития экономики. Казахстан посмотрел на опыт разных стран. Наша цель – перейти на международные стандарты, к открытому информационному доступу. Сейчас мы делаем шаги, переводим на цифровой формат множество бумаг, создаём необходимые правила. Но реально это, скорее всего, будет в период программы с 2015 по 2020 годы. Как заявляют в Минодестрии, большинство запасов в стране разрабатываются, и назрела необходимость создания новой базы на следующие 50-е, даже 100 лет. Доступ к информации является основой привлечения для инвестиций в развитие геологии и геологоразведки. Поэтому Министерство индустрии при поддержке правительства ведёт эту работу. Сегодня ознакомление можно сделать и через портал, через информационную технологию, также и позитив нашей фонды. По словам вице-министра, создание базы данных проводилось с давнего времени. Сейчас работа идёт к финишной прямой. А между тем, в Казахстане планируют создать условия для развития юниорских компаний. Как известно, в настоящее время в стране идёт рейд по усилению геологоразведки. Только за счёт государственных средств геологоразведка очень рискованное мероприятие, и оно не обеспечивает должного объёма инвестиций. Поэтому планируется развивать рынок юниорских компаний и привлекать новых инвесторов. Для этого Министерство индустрии новых технологий проводит работу совместно с Организацией по экономическому развитию СОЛСИ. И в продолжении темы приведём данные Комитета геологии и недропользования Казахстана о прогнозных ресурсах меди. В стране по прогнозам ресурсы меди составляют 100 миллионов тонн. Основные запасы меди находятся на территории Центрального, Восточного и Западного Казахстана. За последние 13 лет в казахстанские медные проекты было инвестировано около 7 миллиардов долларов. При этом 161 миллион долларов из-за этой суммы был инвестирован в геологоразведочные работы. К 2013 году объём инвестиций, вложенных в освоение медных месторождений в Казахстане, увеличился в 31 раз. И составил в прошлом году 975 миллионов долларов. Это 1% от общей суммы, которая была потрачена на развитие всего минерально-сырьевого комплекса страны. Медная промышленность традиционно является одним из приоритетных направлений развития экономики Казахстана. Во времена СССР на Казахстан приходилось около трети от всего объёма меди, производимого в стране. Кроме того, Казахстан обладает крупнейшими запасами цинка и свинца в мире. Их прогнозные ресурсы в стране оцениваются на данный момент в 135 миллионов тонн и 58 миллионов тонн соответственно. Месторождения цинка и свинца сосредоточены большей частью в восточном, западном и южном Казахстане. И на этом у меня всё. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин